В фойе кинотеатра «Беларусь», который стал для клуба «Диалог» основным местом проведения встреч и заседаний, гостей встречала выставка работ жителей Ленинского района «Творчество вне возраста» в рамках районного конкурса «Город древний, город молодой». Этот конкурс, итоги которого подводим сегодня, это только начало большого конкурса. В следующем году, в год тысячелетия Бреста, будут подведены его итоги. Я думаю, тогда работ будет еще больше, они будут еще более впечатляющими, качественными, разнообразными, интересными. Люди, которые уходят на пенсию, понимаете, они очень переживают, а чем будут заниматься, а как организовать свой досуг, вообще свою жизнь. И вы знаете, я совмылась с тем, что невостребованные по некоторым направлениям, так сказать, люди, вдруг раскрывают в себя таланты бесподобные. Порядка 200 авторских произведений декоративно-прикладного творчества, фотографий, рисунков и картин, а также стихов и прозы представили жители Ленинского района на конкурс, посвященный 40-летнему юбилею исторического сердца Бреста. В каждой работе глубоко личное отношение к дому, улице, своей малой родине. Каждая из работ, представленных на конкурс, по-своему интересна. И в каждой из них отображено мастерство того или иного человека, который вложил в свою душу. Работы очень разнообразны. Это и вышивка традиционная, белорусская, наверное, народное такое ремесло, и новые такие виды, как геляширование, представленные фотографии, изделия из капа березового, что тоже редко довольно встречается. Очень многое вязание крючком. Все работы хороши, каждая достойна наград, но тем не менее, когда жюри работало, мы старались выбрать лучшие из лучших. В праздничном заседании клуба «Диалог» приняли участие руководство Ленинского района, активисты ветеранского движения и молодежь. Вспоминали, как развивался район и тех людей, благодаря кому сегодня ленинцы уверенно смотрят в будущее. А еще строили планы. Праздник для этого – самое подходящее время. Нам самое главное, чтобы была связь поколений, и все лучшее, что есть у нас, передать им, и чтобы они шагали дальше, выше, глубже, строили наш город, чтобы он цвел, и были довольны люди. А мы продолжаем работу в нашем клубе с молодежью на патриотические темы, темы о семье, о будущем, и желаем им удачи. Ирина Альшева, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.